Всем привет! Я сразу говорю, что это видео посвящено девчонкам, поэтому, пацаны, если ты, пацан, вдруг открыл это видео, закрой это видео. Итак, темой сегодняшнего видео является спорт, а именно, как набрать мышечную массу, если ты худая девчонка, как я. Сначала хочу сказать, каким образом вообще определить твое телосложение, понять, если ты худая или если у тебя нормальное телосложение. В общем и целом телосложение делится на три типа. Это эктоморф, мезоморф и эндоморф. Нужно больше морфов. Я родилась девушка, поэтому нужно быть похожа на девушку, как минимум, да? И, собственно, я все стала это изучать, читать, поняла, что я эктоморф и поняла, что мне надо делать. Если ты видишь, что ты всю жизнь была худая, что у тебя тонкая кость, что ты не толстеешь, сколько бы ты ни ела, что ты можешь есть сладкое без угроз для своей фигуры, что тебе всегда говорили, что ты никогда не ешь, что ли, почему ты такая худая, давай я тебя покормлю, обожаю эти шутки. Если ты много жрешь, но не толстеешь, значит ты эктоморф. Добро пожаловать в клуб. Какие вообще есть плюсы и минусы у нашего телосложения? Давай разберем. Плюс, наверное, тоже поняла в том, что ты никогда не можешь потолстеть. Это же классно, все вокруг пытаются похудеть, а ты как бы уже и так худая, ну зашибись. Но есть, опять же, тут еще одна сторона медали, это то, что ты не можешь набрать вес. Либо если можешь набрать, но это тебе дается очень тяжело. Ты не можешь набрать вес с помощью еды, потому что сколько бы ты ни ела, у тебя настолько быстрый метаболизм, что это все перерабатывается супер-мега-быстро, и ты не успеваешь вообще как бы хотя бы на какое-то весомое количество грамм потолстеть, уже не говоря о килограммах. Поэтому в своем случае, чтобы набрать мышечную массу, нужно обязательно воспользоваться услугами либо спортзала, что я советую, потому что именно там есть необходимые веса, которые тебе потребуют, чтобы набрать вес. В домашних условиях это будет сделать очень тяжело. В домашних условиях можно похудеть, но набрать мышечную массу, особенно для эктоморфа, это будет очень-очень-очень тяжко. Поэтому если у тебя есть лишние средства на зал, потрать их на зал. Просто в один месяц не купи себе супер-дорогую косметику и сходи и купи себе в анимент-зал. Поверь, это того стоит. В общем, с телосложением мы разобрались. Вообще, давай рассуждать логически. Чтобы набрать мышечную массу, нужно создать профицит калорий. Это значит, тебе нужно употреблять в день калорий больше, чем ты тратишь. Тебе нужно есть много еды. Высококалорийной еды, это очень важно. Тебе нужно есть белковую пищу, тебе нужно есть пищу, которая содержит углеводы. Медленные углеводы. Всякие макароны, всякие каши, там, крупы, вот это вот все, греча, там, хлеб. Ну, не белый, а который специально зерновой хлеб. Грубо говоря, черный. Ну, ты поняла, очень серый. Можешь из своего рациона ничего особо не убирать. Окей, ты создала профицит калорий и ходишь в качалочку. Обязательно ходишь в качалочку, потому что без качалочки ты не наберешь мышечное масло. А почему? Объясняю. Потому что как формируются мышцы, почему мышца вообще начинает расти. Потому что ты на нее создаешь какое-то воздействие, которое ее травмирует. Ну, например, когда ты поднимаешь какую-то тяжесть. Например, качаешь попу, взяла в руки гантели и началась с ними приседать. Для твоей попы это непривычная нагрузка, и она начинает перегружаться. Мышцы начинают перегружаться, начинают растягиваться. На ней появляются такие микротрещинки, микроранки, которые заставляют ткани этой мышцы регенерироваться и обрастать как бы новой тканью. И за счет этого мышца растет. Во-первых, ты ходишь в качалку не меньше трех раз в неделю. Два-три раза в неделю. Можно здесь двух раз, потом догнать еще одним разом. То есть через день. И обязательно, чтобы это была система, никогда не пропускай. Потому что твои мышцы привыкают к нагрузке, и нужно все время ее увеличивать в течение времени. Чем отличается тренировка для набора массы от тренировки для похудания? Тренировка для набора массы отличается тем, что ты тягаешь тяжелые веса с малым количеством повторений, но с большим количеством подходов. Это понятно? Не слушай людей, которые говорят, что нужно делать 20 приседаний, 30 приседаний, 40 приседаний. Все это не работает. Ты попу таким образом не накачаешь. Вот я делаю 13 повторений. Все, у меня попа как... Я тебе попу же покажу. Может возникнуть такая проблема, что, например, ты не можешь есть больше, чем ты хочешь. Мне очень помогают протеиновые коктейли. Ты можешь поиспугаться и сказать, протеиновые коктейли для девочки? Ты вообще что советуешь? Но на самом деле не пугайся, это очень классно работает. Это просто чистый белок, без всяких там тестостероновых и стероидных добавок. То есть это обычный порошок, в котором содержится чистый белок. Белок как раз нужен для построения мышц. Это очень сложно есть еду, очень много. Поэтому коктейль протеиновый очень классно помогает. У меня есть такая огромная банка. Очень много разных фирм существует. Тебе нужно покупать качественную фирму, потому что у некоторых может быть замешано всякое дерьмо. Это очень не полезно, это вредно. Поэтому обязательно проверь в интернете. Посмотри, какая лучше, какая хуже. Я свою марку очень хорошо проверила. Я знаю, что она классная, что она работает, что она натуральная. Напиши мне в инстаграм, я тебе скажу, какая у меня марка. И расскажу, как именно в каких дозероках, как правильно пользоваться протеинными коктейлями, именно в случае, если ты девчонка-эктоморф. Здесь я не буду об этом рассказывать, я не хочу делать супер длинное видео. Вообще, по всем вопросам пиши мне в инстаграм. Вообще, этот протеиновый коктейль, это настолько гениальная вещь, я просто не знаю, почему я раньше об этом не знала. Он может заменить просто целый прием пищи. Потому что в нем содержится именно то количество белка, которое нужно съесть за один прием пищи, допустим. Я думаю, что я тебе все рассказала, что имеет значение для девчонки-эктоморфа, чтобы набрать мышечную массу. Давай подытожим. Это первое. Создать префицит калорий. Ходить в спортзал как минимум два раза в неделю, а лучше три раза в неделю. Третье. Делать тренировки, которые направлены и нацелены на набор мышечной массы. Три протеиновые коктейли. Тебе ни в коем случае нельзя делать аэробные тренировки. Никогда в жизни не забудь еще про бег. Запомни просто, что тебе максимум можно делать аэробную нагрузку, пробежку на дорожке, пять минут до тренировки, чтобы закрыть мышцы. Так, ну что же, что же, что же тебе еще сказать. Результат, сразу скажу, будет длительным. Не жди, что у тебя сразу вот эти вот все видосы, которые, знаешь, там, как накачать попу за пять дней, как накачать там за пять минут прессу дадут все. Вообще это херня, это все не работает. Это просто бред. Силы кобылы. Настройся на длительную тяжелую работу. Если ты реально как бы захотела, нашла мое видео, посмотрела это видео, ты супер большая молодец, ты уже как бы прорыв. И это значит, что ты на правильном пути двигаешься, у тебя идет развитие, ты развиваешься, и это супер. И оставь вот эту вот мотивацию в себе, как я себя вообще мотивировала. На ютубе там какой-нибудь блогера найди, девчонку, которая классно выглядит и которая тоже занимается. Вот просто смотри ее ролики, и она тебя будет мотивировать. Ты будешь смотреть, как она вот это все упражнение делает. Заодно у нее посмотришь там технику, как она все это выполняет. И ты поймешь, что блин, вау, вообще классно. Я буду заниматься, я буду ходить в зал, реально. А еще знаешь, что мотивирует очень сильно? Очень сильно мотивирует спортивные костюмчики. Красивые. У меня их, наверное, где-то штук пять уже или шесть. Выполняй все эти советы, потому что на себе я их проверила, они реально работают. Это супер классная система. Но это по-любому должно помочь. Так что просто начни делать. Все, я поделилась с тобой своими мудростями-премудростями, которые сама очень долгое время читала. Не благодари, хотя можешь поблагодарить лайком. Будет очень приятно. И в комментарии можешь написать, что ты думаешь. Какие-нибудь вопросы, кстати, если будут, там какие-нибудь... Тему ты, может, что-то хочешь послушать или что-нибудь, напиши мне в инстаграме. Директ и там напиши, что ты хочешь слышать, что-то, да-да. В общем, ну, пообщаемся, там поболтаем, как говорится. Это была Мария Тропикал. Специально для тебя, моя дорогая. Подпишись на канал. Подпишись. И лайк поставь. Вверх, пальчик поставь. Спасибо. Пока-пока, красотка. Интересно, если бы я была такая... У меня бы когда-нибудь был парень. Или нет.